Друзья, всем привет! Записала для вас комплекс, который, ну, по сути, будет являться таким для тех, у кого есть грыжи, для тех, кто не хочет, чтобы были грыжи. Я говорю всё это, скажем так, под короткой справкой. Значит, когда вы видите, что какие-то люди в белых халатах предлагают вам комплексы при боли в спине вследствие того, что у вас есть грыжи, во-первых, вам нужно понимать, что грыжа явилась следствием того, что где-то идут перегрузки, перегрузки именно сдавливающие. Ну, потому что грыжа – это такое образование, ядро внутри, кольцо снаружи, фиброзное, которое разрушиться может только от неадекватной компрессии, то есть какое-то было давление. Либо это было одностороннее, с одной стороны больше нагрузки были, как-то вы подняли тяжесть, или это было продолжительное время, что вы использовали какие-то двигательные паттерны, перегружая всё время тело с одной стороны в какой-то позиции. У спортсменов грыжи будут появляться вследствие чрезмерных физических нагрузок, особенно весовых. У людей, которые много сидят, грыжа будет появляться, потому что идёт постоянная компрессия в позвоночнике, одно и то же положение, и нет компенсации, нет снятия нагрузки, вот этой однообразной нагрузки на межпозвоночные диски. Поэтому будут появляться грыжи. Так вот, смотреть нужно сначала в причину, чтобы дальше ситуация не ухудшалась, и найти всё-таки те паттерны, которые провоцировали и провоцируют появление грыж. Ну и потом делать больше компенсации. Но компенсация должна быть на именно увеличение пространства между позвонками. Что-то вы такое должны делать со своим телом, со спиной, чтобы постоянно немножечко раздвигать позвонки. А это будет делать совершенно определённые действия. С теми вот, ну как бы тонкостями, о которых я расскажу дальше в ролике, где покажу вам элементарные упражнения, но правда, которые работают. И выполнять их нужно именно с этим смыслом. Понимаете? Начинаем с вами из положения сидя. Укладывайте стопу под колено, так, чтобы подошва была параллельно к краевой линии коврика. Опираемся в руки. Вторую ногу сгибаем в колени. Всё. Выравниваем таз. Примеряемся к этому положению, насколько нам удобно. И начинаем медленно наклонять корпус вперёд. Посмотрите, что важно. Линию спины сохраняем прямой. Движение осуществляем за счёт проворота в тазобедренных суставах. Вы как будто хотите сначала уложить живот, рёбра. Обратите внимание, что голову я не опускаю. Она всё время чуть продолжает линию спины, но не роняйте голову вниз. И только тогда, когда вы войдёте вот в уже, ну скажем так, полный наклон, причём у каждого из нас амплитуда будет своя. Не надо стремиться сразу к максимальной амплитуде. Вы будете чувствовать сейчас, как натягиваются мышцы. Грушевидная, среднеягодичная. Вы чувствуете ощущение в области крестца. А также идёт работа со связочным аппаратом тазобедренных суставов. Это очень-очень хорошая поза или упражнение. И здесь мы ещё добавляем такие ощущения, да, медитацию на ощущение в присутствии. Медленно выходите. Прямо почувствуете, что произошло, что изменилось. Была такая серьёзная работа в мышцах. Дайте им немножко отдохнуть. И поменяйте положение. Другой стопой укладываемся под колено. Вторую ногу сгибаем. Видите, больше не двигаем никак бёдра и голени. Из прямого положения медленно начинаем двигаться вперёд. Вот можно, знаете, большими пальцами чуть раздвинуть ткани в области паха. И дальше от низа живота. Это очень важно. От низа живота мы как бы выстилаемся вдоль своих бёдер. В ту глубину наклона, куда сейчас пускает вас нервная система. И вот здесь, когда вы пришли в какое-то положение, вы чувствуете натяжение мышц. Если вы чувствуете какие-то ощущения в области связок тазобедренных суставов. Будьте аккуратны с коленями. Если вы чувствуете очень сильное напряжение в коленных суставах, поднимите корпус чуть выше. Побудьте подольше в этом положении. И прям поиграйте здесь с ощущениями. Можно толкать правый таз в пол. Потом левый таз в пол. Потом область копчика, крестца. Именно так мы выполняем это упражнение во время наших практик. Длительно, спокойно, с глубоким самонаблюдением. Аккуратно выходим. Обязательно сбрасываем напряжение. Приятные такие движения. И следующая форма здесь же. Одно из лучших асан или одно из лучших упражнений, направленных на самом деле на оздоровление спины. Занимаемся мы здесь с вами вытяжением задней поверхности бедер. Многократно уже говорила о том, что тогда, когда задняя поверхность бедер укорочена, наклон не получается и страдает спина. Следующее действие очень простое. Движение в тазобедренных суставах, что даст улучшение кровообращения и, может быть, снимет избыточное напряжение в связках. И следующая форма. Тоже рекомендую ее делать. Ее можно делать прямо перед сном. Качественно разгружает пространство спины. Увеличивается межпозвоночное пространство. Отодвигаете стопы дальше от таза. И точно так же, как в первой форме, мы выкладываемся вперед животом, грудной клеткой и только потом голова. Можно побыть в этой позе дольше. В завершении этого ролика еще такая важная вещь, что, понимаете, не грыжи болят. Болят мышцы. И барорецепторы, которые окружают место, где образовалась грыжа, они реагируют на неспецифичное движение, либо на перегрузки, либо на застои, потому что там давний какой-то уже спазм. От чего образуется спазм? Система принимает решение остановить позвонок, заблокировать его в каком-то положении, чтобы еще хуже не стало. Понимаете, и люди сходили на операцию, проходят 3-4, 5-6 месяцев, боль возвращается. Почему? Ну, а кто-нибудь кости таза на место поставил? А кто-нибудь просмотрел вообще движение этого человека на предмет, ну, скажем, таких вот агрессивных воздействий, которые будут дальше провоцировать новые грыжи, либо в месте, где была операция, будет опять и опять возникать какой-то процесс такой деструктивный. Поэтому мало просто сходить на операцию, удалить грыжу. Очень важно пересмотреть все свое движение и обязательно добавить в свою жизнь компенсирующие движения, упражнения элементарные. Нужно создавать такое более активное кровообращение и снимать нагрузки со спины вообще. Я имею в виду, что бы вы ни делали, какая бы ни была физическая нагрузка, физическая нагрузка адекватная, это очень даже хорошо. Но вот в этой физической нагрузке должен быть баланс напряжения и расслабления, напряжение, сокращение мышц и вытяжение. Тогда вообще боли не будет, понимаете? А что ходить по операциям и по массажистам, если внутри своей бытовой жизни вы не наводите порядок? Бытовой жизни, спортивных нагрузок вы не наводите порядок, там нет баланса, там все время идут какие-то перегрузки и еще и много неофизиологичных таких действий. Поэтому вот такая серьезная работа должна быть проделана для того, чтобы вы хотите без боли жить.